Николай Георгиевич Гарин Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брышковский 19 мая Мы подъезжаем к Мукдену. Сегодня опять новый вид. Далекие горы обхватили со всех сторон горизонт. Иногда эти горы приближаются и потом опять уходят. Высота их — высота гор Среднего Урала, но отдельные вершины их острые, и издали они кажутся сплошь иззубренными. Точно острый хребет с массой бугорков какого-то неведомого зверя, остановленного навеки в тот момент, когда он весь был в движении. А ближе к дороге все те же прекрасно обработанные поля, отдельные рощицы и деревни — мирные картины сельской жизни. А вот убегает дорожка и прихотливо вьется среди полей молодой зелени. Едет по ней двухколесная арба и в синей кофте, широких панталонах, в туфлях, подбитых толстым войлоком, с длинной черной косой едет китаец и поет свою песню, какую-то всю на диссонансах построенную дикую мелодию. В запряжке у него и лошадь, и бык, и мул, и осел, и корова. Китайцев много, но женщин китайских мы еще не видали. Они и к званым гостям не выходят, а к незваным и подавно. Они только спрашивают своих возлюбленных богатырей, «Ты все еще не прогнал их, этих гостей, чтобы мы могли, как прежде, ходить и ездить по родным полям?» И он поет ей песню о терпении, о темной ночи и о кровавом пире, с непрошенными гостями. И после этого пира он приедет за ней на паре быков, украшенных лентами. И в праздничных одеждах они поедут опять по родным полям к милым могилам предков. И он покажет ей одну большую на тысячи верст могилу, куда уложили они, богатыри, спать своих непрошенных гостей после кровавого похмелья. На каждом шагу эти могилы. Все эти рощицы, деревья и бугорки возле них — могилы. Сергей Иванович вошел на минуту. «Ну что может быть прелестнее этих чудных мирных ландшафтов?» — воскликнул он. «Да, но это чужое. Через несколько веков это будет свое». «Что?» «Но общее братство народов придет же когда-нибудь. Спросите этого пахаря, хочет он воевать. Нет, он не хочет воевать. А чего он хочет? Он хочет сохранить то, что имеет. И еще на 50 рублей больше доходу в этом году. А войны он не хочет. Потому что война отнимет у него жизнь его близких, разорит его, уменьшит доход. Нет, он не хочет войны. Это мы с вами только, дорогой мой, хотим ее. И да падет она на нашу голову. А теперь я пошел дальше делиться впечатлениями с менее занятыми людьми, потому что моя душа полна ими. И не занятыми людьми, и впечатлениями. Он еще останавливается в дверях и смеется. «Неужели уже конец нашей поездки? Вы разве можете на нее пожаловаться? Нет, серьезно. Она прошла как один день. И если бы впереди предстояла еще одна такая поездка? Если бы вся война состояла из одной сплошной такой поездки? А наша каталажка? Какое далекое, но милое воспоминание. Как незаметно перешла она во что-то другое. Мы так же ели, пили, спали, любили друг друга. Реже, но все-таки и о проклятых вопросах говорили иногда. Но все же это было уже не то. Потому что тогда мы были еще молоды. Теперь мы стареем. С каждым днем, с каждым часом стареем. Стареем и сохнем. Как репы репосчета. И уже знаем, что мы эти репы. Как это печально, мой дорогой. Если комедия человеческой жизни или история ее не была еще написана, то я, может быть... А, впрочем, нет. Я лучше... Прощайте же. Пишите. В случае надобности телеграфируйте. Ключи на комоде. Он стоит еще мгновение. Смеется, как смеются дети, как бы извиняясь. И уходит. Остановку. Я бросаю перо и выхожу на станцию. Сергей Иванович уже держит на руках какого-то грязного китайского ребенка, целует его и кричит мне. Голубчик, смотрите, какая прелесть. Ну чего стоим мы, присыщенные жизнью, и залгавшиеся, и растленные перед этой малюткой, которая, смотрите, как радостно смотрит этими блестящими, роскошными глазками. Смотрите, какая вера в этих глазках. Она верит. Верит, что так и надо, чтобы она была такой грязной, что ее еще будут за это любить, что весь этот мир создан для любви, только для любви, что звуками я только и наполнен он, что мы – цикады, умирающие от избытка и блаженства этой любви. Ох, как прелестна жизнь! Прелестна во всей ее мерзости! Все та же боевая обстановка, как и на каждой станции. Так непривычно сидеть в столовой среди мешков, набитых землей. Это на случай нападения придется закрывать окна этими мешками. «Вы ждете?» – спрашиваем мы молодого пограничного офицера. «Я третий день всего здесь. Прислан на смену убитого». «Убитого в стычке?» «Да, преследовали хунхузов». «Много их?» «Говорят, что здесь все хунхузы». «Мы ждем встречного поезда. Он приходит, и мы узнаем новые подробности взятия Дзинчжоу. У японцев легло от пяти до пятнадцати тысяч. У нас – от восьмиста до трех тысяч. Мы оставили японцам от сорока до семидесяти пушек, но пушки эти и снаряды для них китайские. Ну, а правда, что в обход, высланному на порт Артур отряду, японцы двинулись на Хайчен». «Говорят». Звонок и сборный сигнал. «Из окон вагона мы смотрим на эту станцию Теллин». Горы цепью холмов подошли совсем близко, и кругом говорят об этом Теллине, как об удобной позиции на случай отступления. «Но какое же теперь отступление?» «Воленс ноленс сет аля якта эс», это говорит гвардейский ротмистр. «Он с другим молодым офицером везут подарки в армию и оставляют нас в Мукдене. Оба – строго выдержанные, корректные молодые люди. Они и в шутках серьезны и насторожены. То, что с первого взгляда можно было принять за желание обособиться, при более близком знакомстве было просто опасение натолкнуться на враждебное отношение. Чем больше мы знакомимся с ними, тем больше симпатий они завоевывают». Но армия, в общем, к гвардейцам относится враждебно. Особенно враждебны казаки к гвардейцам. Но здесь особые причины. Гвардейские офицеры не признают их хозяйственного строя. Гвардейского офицера можно упрекнуть в желании отличиться, показать себя, но хозяйственная сторона его, конечно, не интересует. Эта сторона у казаков иначе поставлена. И, может быть, с их точки зрения, гвардейц и плохой хозяин. «Я слыхал», — говорит кто-то, — «и другие претензии. Гвардейцы вносят разгул, жизнь непосредством. За ними невольно тянется местное офицерство. Патриархальный быт нарушается. Это раздражает стариков». «Я слыхал такие жалобы». Он говорит, «Пришел, война кончилась, ушел, а ты оставайся». Ну, наконец, жалоба, что на шею садятся. Люди с протекцией нахватывают отличий. Но даже если бы и протекция действовала, чему я не верю, то ведь и с протекцией нельзя же ни с того, ни с сего награждать. Надо дело. А тогда это протекция и для всех. Гвардейский полковник с Владимиром с мечами, едущий принимать полк, говорит, «Все зависит от личности, от такта и умения себя поставить». Хороший товарищ, не мелочник, молодец в деле, всегда получит надлежащую оценку. А совать там нос в их хозяйственной распорядке, калифу на час, конечно, порядки на смену которым уже выработаны новые, и вопрос только времени. В Мукдене целый ворох ошеломляющих новостей. И самое главное, что армия выступает из Леояна на выручку порт Артура. Насколько это верно? Под Леояном оставляют за слоном корпус. Под Леояном в 20 верстах видели разъезды японцев. Под Зиньджоу наших убито 800 солдат и 30 офицеров. Еще до атаки там же нашей артиллерии уничтожено 5 японских батальонов, где-то во враге или в канаве скрытой батареи. Пушки свои мы сами взорвали. Это бывшие китайские пушки, без снарядов. Сколько японцев погибло при самой атаке, неизвестно. «Господа, кто отправляется в Леоян, поезд отходит!» «Как отходит? Мы только что приехали, мы еще ничего не ели!» «Ничего не знаю, второй звонок!» «Может быть, это и верное распоряжение», замечает кто-то, «чтобы поменьше сплетен разносилось!» «Против наших вагонов стоит встречный поезд!» «Что?» «Что такое?» Толпа окружает казака. «Вот он подтверждает, что действительно в двадцати верстах от Леояна видели конный японский разъезд!» Говорит офицер, указывая на казака. «Так точно!» Говорит казак. «Як поскакали так за ту патилу!» «А куда вы едете?» «Коны раненых вы зэм!» «Господа, поезд трогается!» «А войска выступают из Леояна?» «Так точно, что выступают!» «Уси!» Кричит он уже вдогонку нашему поезду. «Правда или ложь все это?» Скоро узнаем. Исчезает маленькая станция Мукдена, и мы уже полным ходом несемся в темную ночью охваченную даль. Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин. Полное собрание сочинений том 6 Петроград издание товарищества Маркс 1916 год мукк ежедневный Продолжение следует...